Тринадцатая пятница 2018 года Вам не кажется ли, что нам в свое время дали двух правителей, двух таких маленьких карликов, чтобы посмеяться над нашим народом? И одного из них изготовили в виде лица Николая II, чтобы иметь претензию на монархический трон, а происхождение Дмитрия Медведева, может быть, когда-нибудь я вам расскажу побольше. Сейчас просто хочу сказать, что это такой вот искусственный вброс в нашу политику таких умных, креативных людей из ГРУ, которые решили сделать ставку на двух маленьких человечков, чтобы посмеяться над нашей российской действительностью, чтобы унизить всех россиян, растоптать их. Но вполне возможно, что россияне заслуживают этого, ведь мы, россияне, совершенно спокойно когда-то убивали друг друга, ведь мы, россияне, отправляли лучших людей в ГУЛАГи. А вы помните, какая основная статья была? 58-я, измена Родине. То есть люди ничего не делали, но 58-я статья, измена Родине, она в основном наполняла лагеря ГУЛАГи теми самыми умными людьми, интеллигентами. Они избавлялись от интеллигенции российской, убирали все остатки белогвардейщины, убирали остатки с тем, чтобы не было умных и думающих людей, которые могли бы вдруг по чечайне повести за собой тот неразумный народ. Итак, новое сообщение от Дмитрия Медведева. Ну такой вот он, мальчик с айфончиком, он призвал россиян самостоятельно вытаскивать экономику из кризиса. Государственных денег недостаточно для того, чтобы модернизировать инфраструктуру и ускорить российскую экономику. Но недостаточно, понимаете, олигархам не хватает. Они требуют и требуют для того, чтобы поддержать сегодня вот эту иллюзорную власть двух костюмчиков на пьедестале власти нашей огромной Родины. Их поддерживают олигархи. Олигархи это акулы жадные, они больны в своей жадности до беспредела. Поэтому они заставляют вот этих карликов переводить себе деньги по счетам. Итак, власти считают, что инвестировать в стимулирование роста должен и частный сектор. Об этом на заседании правительства в четверг заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Что бы он вообще соображал в политике? Что бы вообще он в чем-то соображал? Но, к сожалению, поставили такого мальчика в коротких штанишках, который очень мало, что понимает в политике, а в экономике тем паче. Президент Владимир Путин поставил задачу довести инвестиции в основной капитал до 25% ВВП. Напомню, что деньги потребуются на модернизацию реального сектора экономики и обновление инфраструктуры, которая достигла критической стадии износа более 50% по данной счетной палаты. Я не ошибусь, если я скажу, что 85% износа – это данные счетной палаты. То, что объявляет Дмитрий Медведев, это не совсем корректная цифра. Можно так сказать об этом. Без решения этой задачи мы вряд ли сможем добиться необходимых темпов экономического роста. Не сможем стабильно развиваться, заявил Дмитрий Медведев. И инфраструктурные проблемы, они остаются одним из главных препятствий для инвестиций. Ну вот так вот, понимаете? Вот правили, правили, правили два карлика, а теперь у них препятствия для инвестиций. Но никто не хочет инвестировать уже никуда. Износ полный, износ всего, что есть у нас, в чем мы живем. Вся социальная жизнь износилась, все здания школы, детские сады, отопление в домах, сами дома – все износилось. Но нет ничего, ничего не реконструировалось за эти года правления двух карликов. Никуда не вкладывались деньги, только высасывались из России, только выдирались, перекачивались все ресурсы. Без решения этой задачи мы вряд ли сможем добиться необходимых темпов экономического роста. Не сможем стабильно развиваться, заявил Дмитрий Медведев. Инфраструктурные проблемы, они остаются одним из главных препятствий для инвестиций. Не только за государственные деньги мы инфраструктурные проблемы не решим. Это очевидно, сказал премьер. Нужно активнее привлекать в эту сферу частных инвесторов, подключить бизнес и распределить имеющиеся ресурсы, добавил он. Какой бизнес, который уничтожили на корню? Весь частный бизнес уничтожили за это время на корню. О каком бизнесе, говорит Дмитрий Медведев. Или он спит на его, может быть у него иллюзии перед глазами. Может быть он нарисовал себе большие васюки, что частный бизнес, да, вот сейчас он придет и инвестирует в государственные проблемы. Дырки заткнет, откуда вытащили все. Все перекачали для олигархов всего-то 200 семей, куда перекачаны все деньги нашей огромной необъятной страны. Государство, по его словам, поможет системными мерами по улучшению инвестиционного климата. Сколько оно уже помогает инвестиционному климату, я не знаю. Это как климатический период у этих всех чиновников. Знаете, дурь бьет в голове фонтанчиками. Речь идет о том, чтобы деловая среда стала более стабильной и комфортной для частных инвесторов, чтобы мы создали условия на макроуровне и поддерживали их, а в дальнейшем обеспечивали предсказуемые правила игры в области налоговых платежей, тарифного регулирования, довели до завершения реформу контрольно-надзорной деятельности, пояснил премьер. Налицо шизофрения экономической политики, пишет директор аналитического департамента Локаинвест Кирилл Тримасов. В налоговой и бюджетной стратегии на ближайшие три года, которую Минфин представил на прошлой неделе, прямо указано, что увеличение доли государства в экономике на 1% ВВП замедляет рост на 0,5% пункта в год. Но при этом вся бюджетная конструкция, это именно об увеличении доли государства, повышении НДС, изъятие средств из экономики и практически полное отсутствие планов приватизации госсектора. Доходы от продажи госдолей нулевые. Вот что происходит в нашей стране. Обокрали, разодрали, выкачали все, что можно, использовали все старые ресурсы, социально-бытовые, в которых мы с вами живем, то есть оно все износилось. А теперь, я не знаю, мальчик с айфончиком, вот этот большой такой мальчик, метр пятьдесят два ростом, призывает частный бизнес, частный сектор бизнеса начинать вливать в государство. Это пока только маленький колокольчик. Он призывает вливать свои собственные деньги в государственные проблемы. Вы знаете, чем это закончится? А это закончится не просто же так, он сказал. Смотрите дальше, смотрите вглубь. Это значит, что даже остатки маленькие сегодня этого частного бизнеса обложатся таким оброком, что они все сами рухнут. Ведь не даром, Медведев сказал, понимаете, он ничего просто так не говорит. Он озвучивает то, что сегодня готовятся, уже готовые указы к внедрению. Частный бизнес весь будет разрушен. Он будет обложен огромными оброками с тем, чтобы отдать государству. И частный бизнес, ну, невыгодно будет держать ни одно предприятие. Даже бабушки Средиской и пучками петрушки будут числиться как частный бизнес, который нужно будет обкладывать налогом. Ведь не даром эти все разговоры. Вы смеетесь над одним указом, над другим, что это невозможно. Но все возможно, как вы видите. То есть, чем дурее, чем неадекватнее законы, тем они больше притворяются в жизнь. Самые неадекватные, самые дурные законы, но все они притворяются в жизнь. Вот эти наши с вами законы, которыми разоряют уже нищие населения России. И мы, конечно, признаем, это наша власть, потому что она основана на силе, и она дает поблажки ментам, тем силовикам, на которых держится эта неадекватная власть. Но чем она закончится, эта неадекватная власть? Когда она рухнет, мы ждем, что народ поднимется? Наверное, нет. Он не поднимется никогда против власти, потому что народ стал флегматичный. Это, знаете, как кисель в мозгах, как будто вот все тело, что воля, что неволя, все равно. Мария Искусница, фильм, посмотрите. Что воля, что неволя. Вот как живет сегодня русский народ. Российский народ. Неважно, здесь не до национальностей. Вас все время стравливают национальным вопросом. Это так мелко, это так противно и маразматично. Жрать нечего. Жить негде многим людям, потому что набрали этих ипотек, которые пропагандировали и рекламировали, набрали кредитов. И теперь народ воет. У них у всех отобрали, под эти кредиты все отобрали. Государство сегодня. Это разбойник на дороге. Вот что такое наша государственная власть. И поэтому Дмитрий Медведев сегодня дал еще один колокольчик. это малому бизнесу, который еще как-то, как-то существует. Этот самый малый бизнес, его сейчас весь разорят, разрушат. До полного, нулевого состояния. А это значит страну готовят, готовят и еще раз готовят к чему-то большому и страшному. Ну, включите сюда еще и то, что якобы под видом продажи налево ягоды грибов грибникам запретили собирать ягоды и грибы в лесах. Запрещают рыбу ловить, запрещают картошку сажать, собственную, домашнюю. Вы должны ее купить. Запрещают туалеты и не оставить, чем вам нарисованы. И те туалеты обложены оброком. Это не налог, это оброк. Оброк на вашу жизнь. Это ваш хомут на шее. И далеко лошадка с таким хомутом человек не убежит. Он скончается по дороге. Поэтому средний возраст сегодня в России 45 лет, когда люди, они вот еще в рабочем состоянии, они еще могут из себя что-то дать государству. То есть это рабская бесплатная сила. Бесплатная сила. То, что вы получаете, это копейки. Это не деньги. Поэтому эта сила бесплатная. Это только тот небольшой минимум, который вам заложен, оплатить квартиру и пропитаться. И все. У вас больше нет денег. Вы все нищие. И думаете, что вы живете. Нет. Нет, друзья, россияне, вы давно не живете. Вы давно. Давно в хомуте. И погибаете буквально большим количеством, пока вы бежите в упряжке, которую запрягли два карлика. Иллюзорных два карлика в нашей стране. Я Таня Карацуба, Сиитбурхан. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok